What's up BJJ Freaks? It's Andrew from Nexus Jiu-Jitsu. I hope you guys like the show. Keep watching. I'm happy you guys enjoy it. Let's keep going. Let's do it. Тамраз, давайте подведем итоги ушедшего 23-го спортивного года. Дмитрий, какие новости сейчас за последнюю неделю? Мы в деревню живем, в Новогорске. Какие новости? О чем? Гагарин слетал? Слетал? Всем привет! В эфире Ньюзости. Петров, если у меня из-за тебя дубль не получится, приду к тебе во сне, сделаю так, что ты описывался, сниму это на видео и выложу в YouTube. Продолжаем. Всем привет! В эфире Ньюзости. Вспомнил, что первый раз формат новостей со мной в кадре вышел еще 5 лет назад, когда я был пурпуром. Посмотрел на себя того прежнего и подумал, насколько я все-таки состарился. Я стал старее, а значит еще зануднее и противнее. Ну и, собственно, наши ньюзости стали чуть более колкими. А наши ньюзости. Кому-то нравится, кому-то очень нравится, а кому-то прям, ну уж очень не нравится. Кому-то буквально подпаливают волоски на ягодицах, тем самым немножко подогревая кресло. Тем самым, собственно, создавая эффект нагрева. А значит, фриксы выполняют важную, добрую миссию. Мы раздаем людям тепло в это холодное время года. И для начала сообщаем, что партнером выпуска является GeoSale. Это классная экипировка по очень демократичным ценам. Забегайте в их шоурум, там есть крутые новинки. Мы вчера лично сами видели. Ссылка будет в описании. А теперь к новостям. Сегодняшний выпуск посвящен сразу двум неделям. Первая прошла изумительно, изумительно тихо. По моим стариковским меркам, идеальная неделя. Событий минимум, суеты минимум, штиль. Среди главных ивентов 5-11 февраля можно назвать только чемпионат России, Russian Open от RGSA. Организация впервые проводит турнир с таким названием. И чемпионат проходил в городе Казани. Понятное дело, никого не удивило, что прошло все слаженно и четко, собственно, как и на всех турнирах RGSA, в том числе и на рок-н-роллингах. Спортсмены всех возрастов отлично поворолись, забрали свои заслуженные пояса и медали. А кто-то теперь может в свое резюме вписать, что является чемпионом России. Ну а почему нет? Этот турнир примечателен еще и тем, что на нем прошла женская абсолютка. А это редкость для российских чемпионатов. Я в свое время вообще хотел предложить RGSA провести женский чемпионат мира, дабы уравновесить недавний исключительно мужской чемпионат мира в России. Если вам эта идея нравится, напишите в комментариях. Думаю, можно замутить, само проведение турнира много времени и не займет. И каждый, вернее, каждая спортсменка получит то, чего достойно и чего недополучило в конце прошлого года. В общем, первый чемпионат России от RGSA прошел, и организаторы обещают делать его регулярным. Кстати, это здорово и очень символично, что чемпионат России проходил в России, а не в Москве. Ведь, как известно, Россия начинается за МКАДом. Прямо от Балашихи, прям от Мытищ, прямо от Химок. Кстати, мы недавно побывали в Химках. С Аказией заскочили в гости к Виктору Богданову в Богдан Грэплинг Скул. Мы идем к Виктору Богданову через лес. Здесь так красиво, что уходить не хочется. Только прохладно. Но пока мы еще не знаем, куда идти. Но здесь очень красиво. Виктор Богданов многим сейчас известен как президент RGSA. Мы же его помним и как спортсмена, и черного пояса по джиу-джитсу. Об этом с ним и поговорили. И о личности Виктора, и об RGSA, и заодно записали чудесные видеокурсы в Ноу-Гид, которые по мере готовности будут выложены в открытый доступ на наших ресурсах. Ну, шутка такая. Ну, вообще, прикольно было бы. Ну, нет, имел в виду немного, конечно, да. Сори, у меня просто больная фантазия. Поэтому работа такой. Ну, в нашем возрасте фантазии уже можно там больные выставить. Ну и на сладкое. Главное событие прошедшего уикенда в мире, реально в мире грэплинга, проходило в Загребе, Хорватия. Это второй европейский ADCC-триал. Проще говоря, последняя возможность европейцам и африканцам попасть в списки участников предстоящего чемпионата мира ADCC Wolves. Порадовало некоторое количество наших атлетов в брекетах в весовых категории. Кто-то, понятное дело, не доехал, кто-то не дошел до финалов, но, как мы понимаем, важно участие. Кстати, народище в этих категориях было пруд пруди. И не то, чтобы каждый из них рассчитывал выиграть путевку на чемпионат мира ADCC в Калифорнии, но точно каждый очень хотел проверить степень своей удачливости и мастерства в компании реально лучших европейских грэпплеров. Всем привет, меня зовут Казан Иван. Я пристерил высокой планеты. Санкт-Петербург. Сейчас мы с вами находимся в Каравате, в городе Загребе, на чемпионате Европы в триалах ADCC. Что можно сказать? Для троих спортсменов сегодняшний день закончили. Это я, Ремнева Анна и Свер. Остался один участник, это Гайрбек Ибрагимов. Он уже в 1-8, так что мы дермем за него кулачки, будем за него болеть. И еще бы хотел сказать, приезжайте, ребята, на триалы. Здесь атмосфера просто какая-то космическая. Все это, которые мы поддерживаем. Эти крики. В общем, очень круто. Всем спасибо, кто нас поддерживал, кто переживал. Всем спасибо. Всем привет, я Ремнева Анна. Город Санкт-Петербург. Команда Стрела Тим. Триалы – это отборочные турниры. Победители, которые получают путевку на чемпионат мира в Лас-Вегас. Конечно же, когда я узнала, мне хотелось попробовать. Сначала были проблемы с документами, с получением визы. Я подала 1 февраля. За 14 дней мне сделали визу. Я до последнего не понимала, поеду я на турнир или нет. Просто готовилась. Просто выжидала момент, когда мне придет либо отрицательный, либо положительный ответ. Либо он вообще позже придет, уже когда турнир пройдет. Было бы интересно встретить на ребят, которых не удалось поехать. Это Мотив, Магомед и Алексей Величко из «Десятой планеты». Я провела две схватки. Первую схватку я выиграла Айхилом. Вторую схватку я встретилась с представительницей Финляндии, с Амолой. Она очень опытная спортсменка, техничная. Даже на разминке посмотрела на нее. Такая, вау, круто, как она двигается. Очень нравится атмосфера, невероятная, особенно в финалах. Все сидели вокруг одного ковра финального, переживали, болели, кричали. В общем, это надо просто видеть. В итоге победителями стали Томми Лангакер в весе 77 килограммов, Тейлор Пирман в категории 88, Марчин Мочалевич до 99, Марк Макуин свыше 99 килограммов. У девочек Марго Цицарелли в 55 килограммов, Аурен Леверн в 65 килограммов и 19-летняя звезда Ания Блэкман в категории свыше 65 килограммов. Для российских болельщиков главным событием триала стал Гайрбек Ибрагимов. Всю субботу мы нервно смотрели за его продвижением от 1.32 до самого финала. На пути к золоту Гайрбеку пришлось пройти 7 матчей. 7! Как писали в комментариях в сообществе Бажерефрик в ВКонтакте, некоторые столько и на днях борьбы отбороться не в состоянии. Ну и Гайрбек, понятное дело, тоже устал, но свою задачу выполнил. Российских болельщиков порадовал, свою путевку на чемпионат мира вырвал в сражениях. Самым переломным моментом на пути к золоту, пожалуй, можно считать матч против Эша Уильямса, которому, кстати, западные аналитики сулили победу в этой весовой категории. Но и эта встреча, очень плотная и близкая, решением судей разрешилась в пользу российского грэпплера. Далее финал, и как итог, золотая медаль и путевка на самый мощный и настоящий чемпионат мира, самый заветный чемпионат для грэпплеров всей планеты. ADCC Waltz 2024. Как и мне, так и им не будет легко там. Я бы хотел сделать такой посыл. Наши новые поколения. Дайте дорогу нам, скажем так, Европу и Америку, и наше новое поколение будет гораздо лучше, чем мы. Я в этом уверен. И также многие говорили, что у нас ничего не получится, даже на мировом арене. Когда там наши бойцы Юсифа попадали, тоже так же было. На сегодняшний день и там есть у нас, скажем так, и чемпионы. И я уверен, что новое поколение у нас будет занимать хорошие позиции. И в мире тоже. Просто дайте нам дорогу сюда. Супер, поздравляем тебя еще раз. Газпол! Ну а если по той или иной причине вы не можете бороться на мировых аренах, то вы запросто можете побороться на ближайшем местном чемпионате мира в Москве. Разумеется, сражение с мировыми топами вам здесь никто гарантировать не может, но вы запросто можете побороться со своими старыми знакомыми, с закадычными соперниками, соотечественниками. В любом случае турнир состоится, и, скорее всего, все будет выглядеть красиво, дорого, богато. А вы понимаете уже, где это? Москва-сити. Я, конечно, несколько скептически отношусь к нейбингу чемпионатов мира, проводимых у нас на родине, но в любом случае все эти чемпионаты выполняют главную свою функцию с точки зрения развития нашего спорта. Наша цель – развитие спорта в России. Хотели бы, чтобы спортсмены могли посетить как можно больше турниров высочайшего уровня. Как бы чемпионат ни назывался, он работает на развитие спортсменов и на развитие нашего вида единоборств. Сколько команд спортсменов и стран принимали участие в турнирах? Чтобы не ошибиться, в этом году где-то около 6 тысяч, мы так скажем, не людей, а регистрации было. Был очень плодотворный год. Прям мы разогнались. Раньше мы делали в году, может, один турнир, два турнира от Силы. В прошлом году мы, по-моему, четыре турнира сделали. Сколько команд спортсменов и стран принимали участие в турнирах? Ну, мы открыты для переговоров с любым спортсменом, который напишет нам в директ. В общем, имейте в виду. Если хотите подробности об этом чемпионате, ну, погуглите там. И прежде чем попрощаться, проанонсирую еще одно самое ближайшее событие, которое пропускать просто грешно. Уже 25 февраля в рамках турнира DCC пройдет гран-при в супертяжелом весе. Сразятся 8 спортсменов в категории до 130 килограммов. На кону внушительный денежный приз и пояс чемпиона. Следите за лентой BG Freaks и вы не пропустите прямую трансляцию этого события. Ну и потом все матчи лучших тяжеловесов в записи. Очень хочется поблагодарить тех ребят, которые помогли нам подобрать кадры для сегодняшнего выпуска. Спасибо вам большое. Ну, а если вы вдруг стали свидетелем какого-либо события или обладаете информацией о каком-либо событии, обязательно напишите нам в админку. Мы вам скажем, что с этой информацией сделать, как ее причесать, для того, чтобы ваш сюжет или ваше событие попало к нам в выпуск ньюзостей. За сим у меня на сегодня все. Следите за лентой. Подписывайтесь на BG Freaks Premium. Обязательно заглядывайте и просматривайте новинки на сайте BG School Online. Ведите себя хорошо, слушайтесь маму, ну-у-у-у-у-у-с и все такое.